В этом году после уборки сахарной свёклы в регионе Агрария ожидают получить 100 тысяч тонн сахара. Площади посева в 2016 году увеличили до 24 гектаров, что более чем наполовину превышает показатель прошлого года. По словам председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, Харьковщина может обеспечить сахаром и другие области Украины, и дефицита сладкого продукта не будет. Удельный вес Харьковской области по производству сахара в этом году, я думаю, будет на уровне 8-9% в стране. Мы являемся одной из трёх лидирующих областей и по площадям посевов, и по объёмам производства сахара. Планируется, что в этом году вместо четырёх в области будут работать шесть сахарных заводов. Кроме этого, уже несколько лет на Харьковщине ведётся планомерная работа по модернизации предприятий. То, что первое, с тем, чтобы сохранить буряк в целости. То есть мы, ну не знаю, первые, не первые, но одни из немногих, кто работает с колёс, с поля. Мы прекратили складирование буряка в кагаты, потому что это потери. Ну, это то, что мы можем сразу. Эта логистика, она, в общем-то, проста. Там подумал головой и сделал. Тем не менее, специалисты рассказывают, производство сырья на сегодняшний день нерентабельное, ведь минимальная закупочная цена за тонну сахарной свёклы составляет около 750 гривен, а должна быть более тысячи. Но, несмотря на такую ситуацию, Харьковская область может вырабатывать сахарный песок европейского уровня, утверждают эксперты. Хотелось бы, чтобы всё-таки якость была краще, но по категориям считается цукор первой, второй, третьей категории. Это той цукор, который идет в рынок, в розницу. Четвертая категория промпереробки. Тут проблем никаких нет. Главное ожидание производителей – привести цену сладкого песка в соответствии к затратам на изготовление. А пока специалисты уверяют, в нынешнем году один килограмм сахара будет стоить от 15 до 20 гривен.